Школа грамотного потребителя вышла в народ. Сегодня участниками просветительской акции стали посетители торговых центров города. Лабытнанцам напомнили про их права и обязанности в сфере торговли и жилищно-коммунальных услуг. На открытом занятии побывала и наша съемочная группа. Просветительской площадкой выбран магазин «Ширин». Но не только сфера торговли сегодня была в приоритетных. В роли педагогов представители управления экономики и жилищно-коммунальной сферы. А вот учениками стали обычные потребители услуг. Татьяна Дроздова призналась, с управляющей компанией, которая обслуживает их дом, проблемы, конечно, бывают. Куда без них? Решаются на уровне телефонного звонка на диспетчерскую службу. У нас существует еще единая диспетчерская служба 112. Знаете о ней? То есть я пока в городе все нарушения, как бы как поровно существует 112. Знаете уже? Теперь уже да. Да, на будущее. То есть вы можете позвонить, обратиться, держать заявку. Все заявки, поступившие от населения в единую диспетчерскую службу города, находятся на контроле сотрудников администрации и работников управления ЖКХ. А это значит оперативное исправление ошибок и, как следствие, качественное предоставление коммунальных услуг. Не решается, как бы, то, я думаю, может быть и вот где снег, по-моему, чистить или что. То есть обратились именно на горячую линию или куда и быстренько все это сделали. За высокое качество предоставления своих услуг выступают сотрудники Ширина. В магазине созданы комфортные условия, чтобы их покупателям было приятно совершать покупки, безопасные для их же здоровья. Отсутствие просрочки, ну, по крайней мере, стараемся, прилагаем все усилия для этого. Да, наличие ценников, качественных продуктов питания, информационные листы разместили для того, чтобы покупателю было удобно выбрать качественный продукт. За качество продукции ручаются и работники торгового центра «Купец». Пообщаться с его посетителями также решили кураторы школы грамотного потребителя. Вы как покупатели вообще довольны ассортиментом всегда? Если бы мы не были довольны, мы бы по-моему ездили. Каждую неделю Анатолий Иванович вместе со своей супругой приезжает в Лабытнанге из окружной столицы на продуктовый шоппинг. На прилавках наших магазинов, как выяснилось, самая свежая молочка, мясо, фрукты. На высоте – качество предоставления услуг, а ценник ниже, чем в Салихарде. В городе Лабытнанге никаких препятствий. В Салихарде у нас есть вопросы, но мы там живем, мы там все знаем. Мы знаем, куда лучше, куда не нужно совсем. А как надо стучаться до сознания предпринимателей? Обыкновенно. Берешь и стучишь. Стучишь куда? В какую инстанцию? В район совести. А вот если все же потребителю не удается достучаться до совести предпринимателя, следующей ступенью должен быть Роспотребнадзор. Параллельно к поиску справедливости можно подключить и народный контроль, при этом составив общественникам компанию. Но, как показывает практика, чаще всего свой негатив и гнев потребители направляют в соцсети. Я думаю, в первую очередь, от незнания, куда обратиться. Во-вторых, некоторые, не исключение даже, есть случаи, в которых наши жители обращаются и видят недопонимание или непонимание со стороны, как управляющие компании, так и руководство, допустим, торговой точки. Соответственно, здесь необходимо уже знать законодательство наше, куда дальше, каким образом действовать правильно, оформить свое заявление. Как правильно оформить заявление? Куда с ним обратиться? Ответы на эти вопросы еще с десяток других лабутанцы обязательно узнают, став участниками школы грамотного потребителя. Очередное открытое занятие пройдет на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok